Парк аттракционов И, конечно, ни в коем случае нельзя опускать руки. Победителем или проигравшим окажемся мы в этой игре зависит только от нас. Здравствуйте, с вами вновь Дорога домой. Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодняшний наш герой – воспитанник школы-интерната номер 5, мальчик по имени Витя. Ему всего 5 лет, он любознательный и непоседливый, как и все мальчишки. А еще у него очень большое и доброе сердце. Давайте знакомиться поближе. Тут ступенька у тебя, да? Да. А вот это детальку надо убывать. А вот тут надо убывать. Что за это? Талант инженера-конструктора в маленьком Вите воспитатели школы-интерната номер 5 разглядели сразу. Всего несколько дней назад мальчик появился в стенах учреждения и сразу удивил своим неподетски серьезным отношением к жизни и своей рассудительностью, которая свойственна далеко не каждому ребенку, которому едва исполнилось 5. Витя пришел к нам в интернат около двух недель назад. Он был очень общительный. Иногда, конечно, он бывает стесняется, но в основном он очень активный, любознательный. Идет на контакт с детьми очень легко и со взрослыми также. Витя сразу поладил и с педагогами, и с воспитанниками школы-интерната. А для одной из девочек из старшей группы стал лучшим другом. Знаете, она сразу с нежностью с лаской к нему подошла, и вот он к ней как-то относится по-особенному. Вот она его всегда так обнимет, приласкает, и вот он прям к ней прикипел всей душой. У них хорошие такие взаимоотношения, как вот брат с сестрой. Что-то вот она ему как старшая сестра. Доверять окружающим, видеть в людях только хорошее. Эти качества Витя сумел сохранить, несмотря ни на какие обстоятельства. Мальчик настолько позитивно относится к жизни, что заражает этим всех вокруг. С ним любая игра становится веселее, а любое занятие – увлекательнее. Задумчивый, рассудительный, серьезный, настоящий маленький мужчина – так отзываются о нем окружающие. Сам о себе Витя рассказывает так. Просто бегаю и прыгаю вот так. Смотрите. Я еще могу прыгать вот так. Это я дома так делаю. Дома. Он играет в спортивные подвижные игры, очень любит с мячом, конструктор, рисует. Витя способен найти интересное в простом, и ему никогда не бывает скучно. Ну, например, в сайке могу без газов играть. Я могу еще отбивать их ногой. И головой. У Витя в школе-интернате уже есть свой автопарк. Машины в нем от мала до велика. Каждая имеет свою функцию. Какие-то для гонок, а какие-то для подробного изучения. Как, например, вот это – красное авто. Ну, фары есть у всех машин. Какие-то еще детали знаешь лучше? О, каёзы, потому что без каёзы машины не едут. И тут есть специальные трубы. Дверки открываются? Давайте попробуем. Да! Все, поехали? Поехали. А может, туда посадить кто? Я могу из пасти и наслепить. За Витей во время интервью с микрофоном было не угнаться. Он не из тех, кто любит сидеть на одном месте. Невероятно подвижный мальчик. Он был готов рассказать обо всем, но только быстро и по делу. Я еще дома, когда делал такие затомлены ног, я их вот так забил, а вот так. В то же время, рассказали педагоги, Витя умеет быть усидчивым и внимательным. Он может долго выполнять кропотливую работу, добиваясь нужного результата. Что тебе больше интересно? Читать, играть, рисовать? На посты я рисую, когда я после обеда рисую. Рисуешь? Что больше всего ты будешь рисовать? Для опыта. А еще неплохо получается рисовать человечков. И природу выводит при этом мальчик каждую травинку. И что важно, у Вити свой взгляд на то, что и как должно быть изображено. Это солнышко. Солнышко? Разве оно фиолетовое? Да, это шакат. О том, что представляет из себя единственная звезда нашей Солнечной системы, а также о других интересных фактах, Витя узнает из любимых книжек. Одна из таких всегда у него под рукой – энциклопедия по астрономии. Это потому, что черный круг, шакрыл солнце и стал шакат. Вот. Потому что все овансы. Это же спутник. Да, да, да. Это спутник. Космический аппарат. Каждый факт мальчик впитывает как губка. Настольные игры и еще одна любовь Вити. В лото домино он играет с большим удовольствием. И не только в них. Играет в шашки. Да, играет с третий-классницами в шашки и обыгрывает их. Самое удивительное – это первый день, что поразило меня. Да, конечно. Я вот в пятой группе проигрываю, только не проигрываю, а выигрываю. Потому что у меня в черных шахах было десять. Педагоги тоже не прочь сыграть с маленьким Витей партию другую. Правда, взрослых обыграть мальчику пока не так просто. А я возьму тебя вот так и срублю. Ну. Эту партию Витя проиграл, но это не повод расстраиваться. Ведь в жизни столько всего интересного, что скучать просто некогда. А, точно. Я же люблю рыбки еще играть. У меня дома есть удочка игрушечная и рыбки. Ну, так у меня не получается пока дома. Ну, я учусь. Ну, я еще люблю одуванчики, и с них можно делать варенье. Ты когда-нибудь пробовал такое варенье? Нет. Ну, хотел бы. Я пробовал, только я не помню. А те одуванчики, которые для варенья уже непригодны, можно использовать для веселой игры. Это Витя знает из практики. Мир полон открытий, и каждый день их можно совершать в огромном количестве. Например, сегодня по плану научиться кататься на велосипеде. Пока в этом помогают педагоги, журналисты и два дополнительных колесика. Но совсем скоро мальчик уверенно помчится вдаль, не нуждаясь в такой поддержке. С его целеустремленностью в этом сомневаться не приходится. Есть у Вити еще одно очень хорошее качество. Он трудолюбивый. Для него полив цветов, помощь взрослым, не повинность, а возможность проявить себя. И это дорогого стоит. Он там наблюдательный мальчик, очень любит природу. То есть на прогулке мы с ним гуляем. Он каждую травинку знает, каждого насекомого. Я видел, как один молвей красный удачи приносил. Его можно потрогать, и он не кушается. Я не боюсь молвей в тазы. В тазы зуков не боюсь. А бабочки? Да, бабочки вообще нюхают нектал. То есть берут своим носиком древнюю нектал. Его будущая профессия тоже потребует бесстрашия. Витя уже четко определился с планами на будущее. Ну, полицейский, когда в воздухе. Почему именно такая профессия? Ну, потому что... Ну, потому что человек один украл что-то ценное, а полиция его в клетку посадила. Помогать людям, стоять на страже порядка, обеспечивать безопасность своих друзей, знакомых и дорогих людей. Это одно из самых важных желаний Вити. На вопрос, о чем он еще мечтает, мальчик не ответил. Но, скорее всего, для счастья ему пока не хватает лишь одного – семьи. Именно в кругу любящих людей он сумеет раскрыться, доказать, что способен достичь многого. Витя знает, именно те желания, о которых никому не рассказываешь, сбываются быстрее всего. Поэтому нам о детских мечтах пока остается лишь догадываться. Субтитры создавал DimaTorzok